всем привет к нам опять тут немножко ненадолго зима вернулась морозик такой вот снег под выпал ну все на улице все равно гуляют не так уж и холодно но мы сейчас будем загонять вишню назад потому что есть у нас подозрение что что-то по моему она хочет отелиться мы за ней давно наблюдаем хотя у ней до срока еще 10 дней но уже давно заметили что она телиться собралась намного раньше но не много господи там 10 дней не такая уж и разница большая вот сегодня вроде всех выгнали так наблюдаем за ней но как-то она ведет себя уже без интереса есть вот только сейчас наверно подошла вот часа два стояла вообще в углу от всех вот и как-то нервничает и дергается уже вроде как перетаптывается иногда в общем мы ее загоним в сарай будем дальше уже наблюдать и так идет третий день с того момента как вишня собралась телиться три бессонных ночи она нам подарила две ночи ходил сережа я смотрел сегодня ночью я ходила сережа отсыпался вишня мы из тебя его скоро выдавим вы представляете какая засранка вот все признаки были что собралась телиться нет успокоилась все отменила и даже и не собираются как будто ничего не было гуляет дальше ну а теперь уже что выберта набранная как бы все у нее там и ямки все проваленные уже два дня три получается вот и хвостом как вентилятором и ной делает вид как будто так и надо это ее в нормальное состояние обычное да вишня все равно будем теперь ходить смотреть ее по очереди по ночам пока не отельца устроила нам карусель прошли последние морозики у нас все теперь ребята точно весна сто процентов с каждым днем будет только все теплее и теплее ну то есть морозов уже не предвидится ну что уже конец марта лёжа решил выпустить на сеновал нашего демона прогуляться мы ее так называем между собой за ее голос мирочка пойдем прогуляемся там солнышко тепло хорошо идем господи тебя как будто вообще не кормят куда в тебя чего лазит дышка ребинка спалила сейчас будет концерт пришла уже смотреть все и лоб там завелся ну и все интересно сейчас все обнюхает ага тихо на все четыре растянулась коза ну-ка козла я говорю мир это не кажется что у тебя слишком длинные ноги они тебя не держат слишком длинные ты меня не умеешь управлять еще коняшка что ты хороводы будешь водить пацаны смотрите какая блондинка порисовалась тут граф между прочим твоя сестра а ему пофигу там гектор вылизывает красоту ему новую кода искать что-то я стою нельзя это убежишь куда-нибудь далеко-далеко мира не застрянь там мужики комит стой-стой-стой-стой а то еще забор просочишься с разбег такая маленькая ты ты можешь пуговка ты чё там завидуешь стоишь пуговка да у нас теперь еще младше тебя есть здесь же носится на твоем месте вот добавились зрители две подружки забор сломали и стоят тибинка присоединяйся к ним замей горыныч будет сейчас ли не то по выпускала так стой стой туда не надо ты сейчас красочишься через забор стой мира я тут охраняю забор от нее так мерочку загнали сейчас в очередной раз еще когдев спустимся картошки набрать открыли заранее про это все чё там как дела жива еще нож картоха его так ребят достали мы картошку из погреба и в доме рассыпали на клеёночку чтоб она обсохла сейчас уже подсохла она была вся мокрая потому что погреб все-таки у нас промерзает там одна стена прям довольно сильно вот вдоль которой картошка лежала есть кое-какие вон гнилые надо сейчас перебрать будет в общем тоже этот вопрос надо решать с погребом сегодня будем еще сеять рассаду табака приготовили землю вот и набрала вот в такие подложки или как назвать в общем водой все промочили там же очень очень мелкие семена они на просто на поверхность земли высыпаются вот будет сегодня надеюсь посеем уже принципе конец марта самое время так начался процесс засевание семян вот такие они малюсенькие семена табака кто не знал они просто микроскопический побрызгали сверху землю еще раз чтобы она прям была мокрая чтобы они прилипли к этой земле и вот сейчас будем пробовать рассыпать это сорт гавана два пакетика вот таких в них вот столько семян из двух пакетов главное при работе с этими семенами рядом не дышать и уж точно не чихать в них иначе вы их потеряете нелегкие каждого дуновение 2 сорт у нас гавана ой нет 1 гавана 2 вирджиния вот вирджинии семян моему даже еще меньше вот как то вот так то происходит потом когда табак подрастет мы будем уже отдельно каждый кустик рассаживать вот так под пленкой у нас будет стоять табак вот пока не прорастет так следующий день уже посеяла помидоры я немного черри немного желтых немного красных всех помаленько в общем три сорта все ждем рассаду а перец у меня что-то так и не появляется уже столько дней прошло я сегодня уже нет нетерпения подковырнула вот здесь в этом стаканчике зубочисткой немножко землю так подковырнула нашла эту семечку корень растет из нее вырос корень но значит все таки что-то с ними там происходит дальше остальные не стала проверять в общем жду дальше а вот и солнышко опять прям по-летнему можно сказать даже поджаривает чё вишня сегодня моя очередь ходить тебя смотреть я уже запуталась какая ночь подряд ну теперь уже бросать не хочется будем так ходить две недели тебя выглядывать наверно вот коза затаилась ты посмотри на нее ни в какую не хочет ты зачем придуривалась что-то собралась телиться раньше ничего ты раньше не собралась срок ты я думаю все отелишься вообще будоражило нас теперь мы уже неделю не спим по очереди а ты довольная тут стоишь смеешься из-за угла до вишня за нами скажет вот дурачки бегают ко мне каждую ночь ребят еще хотел узнать что спросить поделитесь опытом у кого как долго чистятся коровы после отела всегда мне не интересовал этот вопрос вот у нас все по-разному тоже но всегда переживаешь что ли она вот ну вот герда например сейчас то ли она еще чистится да там бывают кровяные выделения у нее какие-то там периодически идут сейчас получается две недели да недели две после отела прошло вот на днях у нее прям дня три подряд были такие обильные кровяные выделения мне кажется это на все таки как-то еще вычищается вот и всегда думаешь либо она чистится либо уже там что-то там не знаю как это бывает эндометрит там заболевание какое-то ходишь и смотришь наблюдаешь вот у кого как вообще говорят что вроде до месяца может очищаться после отела корова но не знаю ну так то она вроде себя хорошо себя чувствует вполне прекрасно активная не вялая хорошо кушает вот у златы кстати также было примерно у нас после отела тоже где-то через пару недель она начала кровить немножко несколько дней вот ну вроде как само все все прошло наверное все таки вот так вот чистится на этом на сегодня все все ожидаем отел вишни не знаю будет ли он следующем ролике может быть и нет еще вот но продолжаем за ней наблюдать пишите комментарии подписывайтесь на наши каналы на дзене на ярусе на ютюбе все всем пока увидимся в следующих видео а вишня увидимся мы с тобой следующих видео или нет загорается в следующих видео в следующих видео Субтитры создавал DimaTorzok